МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас жених и три невесты, которые будут бороться за его симпатию. Юлия ищет отца для своего девятимесячного сына. Вера в мужчинах ценит исключительно внешние данные. И темпераментная Анна. Для нее уж если роман, то только яркий и бурный. Невесты видели нашего героя на сайте Первого канала. Из многих других выбрали именно его. Жених увидит девушек впервые. Может быть, у нас сложится пара, и когда-нибудь один из них захочет сказать другому. Давай поженимся. Итак, я хочу представить вам нашего жениха. Борис мечтает о жене, которая подарит ему дочь. Давайте посмотрим на него. Борис, 28 лет. Первая любовь пришла к нему в 16 и длилась 4 года. Любимая отказалась выйти замуж за Бориса, потому что ее родителям он не нравился. Следующая возлюбленная развелась из-за Бориса с мужем, но за месяц до свадьбы он узнал, что она и ему изменяет. Свадьбу пришлось отменить. Борис по образованию инженер-технолог. Сейчас он работает менеджером по продажам клинического оборудования. Будущую жену он видит образованной и хозяйственной. Борис мечтает о дочери, которой он уже придумал имя. Давайте встретим Бориса. Борис, мы вас ждем. Да, здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Борис, слушайте, прям как вам не везло-то с невестами, какие-то загульные все девчонки. А что такое вот нюх на плохих девочек? Ну, сначала они хорошие, а потом окажется. Вот как такая произошла метаморфоза, что влюблялись в хорошую, а потом вот получалось? Ну, в свои 28 лет у меня было два романа. Всего? Да, которые истинно любил девушку. Сомневаюсь, что всего два. Когда истинно. Вот. Первая любовь мне была в 16 лет. Когда был молодой, мы познакомились на даче. Начали встречаться, были гулять. Познакомила она меня с своими родителями спустя неделю. Вот. И в один прекрасный момент я сделал предложение девушке. В 17 лет, что ли? Нет. В 17. Смотри, предложение сразу делал. Так рано. А родителей-то поставили в известность? Родителей нет. Молодец. А где жить? На что там есть? Это уже... А я работал уже. У меня были свои деньги. А, поступил вы из студии и работал? Да, платить надо же как-то. Ну, смотри, умненький мальчик попался. Работал рано. Ну, а она что? Она согласилась. Она сказала, говорю, давай чуть-чуть подождем. Вот. Ну, у нее есть брат. Вот. Ну, такой. Всегда с нами гулял на даче. И там был такой один момент, когда мы... Ну, там так чуть-чуть погудели. Там и брат все рассказал, в какой красоте я хороший. А что за красота-то была? А что сделал? Ну, погудели кто-то. С кем не бывает. Пивка там попили, да? Ну, да. А что сделал? Ну, как-то там что-то подрался. Там такое какое-то буйное свое. Показал буйность. Вот. И потом он, брат, все преподнес родителям. Не так, как хотелось. И родители встали против меня. Ну, правду сказал или наврал? Ну, где-то сказал правду, где-то что-то приврал. Ну, из-за этого у меня не сложились, пошли, сразу отношения пошли под откос. Ну, в общем, родители правы. Кому нужен пацан, дрочун, еще и под алкогольным? Ну, с одного первого раза. Нет, они должны были сказать, да, доченька, обрати внимание на этого мальчика. Какой хороший. И выпить не дурак, и кулачки имеется. Что он, да, не должен. А как отреагируется, правильно? Да. Ну, и встал в кузу, обиделся, что ли, или чего? Не, ну, потом, как бы, из-за этого у нас все отношения пошли, все под ноги. Потому что родители ее отговорили от вас? Да, потому что было, как бы, уже 18 лет, надо было поступать в институт. Они хотели, да, чтобы она получила образование, стала самостоятельной, а потом уже как-то уже самой двигаться. Ну, хорошо, после того, как родителям не пришлось ко двору, у вас же все равно с ней отношения продолжались, да? Да. Не только на даче, не только в дачный период? Нет, ну, и в Москве, как бы... Ну, 4 года. Ну, мы, я потом еще начал снимать квартиру. Ну, я знаю, что на дачу как-то перестал ездить, да, потому что было больно ее видеть? Или уже сейчас все нормально? Ну, где-то, да, лето, целый год, наверное, даже там не было. А потом уже, как бы, смотрю, она уже, как бы, с другим уже встречается, ну, и слава богу. Что, если было бы странно, если бы этого не произошло, правда? Слушай, ну, и второй роман во сколько? А второй роман, это уже, когда учился в институте, было 25 лет. Ух ты, смотри, как долго. Вот. Владис, значит, верный. А Ги было 23. И? Как ни банально, мы познакомились в интернете. Ну, что банально, вы вообще такое поколение несчастных поганок. Вы просто сидите бледно, вместо того, чтобы где-нибудь в парке, там, не знаю, в кино, как это происходило нормально. Да, значит, вы, как поганки, сидите у этих экранов. У маникторов, и получают синий загар. Ужас, не вас жалко. Но это реальность такая, что делать. И что вы познакомились? Познакомились, пообщались, смотрят, два дня. Вот, потом с ней, давай, говорю, давай встретимся. Я уговорил ее встретиться, было пятница, точно помню. 12 часов ночи, около часа даже. Неужели на кладбище? Нет. Но девочка тоже, я в 12 ночи не пошла никуда встречаться, извините. Да, что-то как-то странно. Такая девушка, да, да. Вот. И мы встретились, пошли в кафе, посидели, пообщались. Где-то там часа два, в три часа кафе закрылось. Я проводил до дома, ну, все, попрощались. И она мне говорит, Боря, пойдем ко мне зайдем, посидим там, чай попьем. Я говорю, ну, как в первую встречу, там, эти девушки, как-то для меня... Ну, как интересно. Вот, она мне уговаривала, уговаривала. Ну, я под чарами ее глаз. Буквально уговаривала? Да. Такие девушки, вы все равно не нравитесь мужчинам нормальным. Потому что любит их. Пришел она сразу наручники, да. Борюсик, куда-то, нет, кровать, нет, еблась. И плетку. А что было? Ну, повелся, пошел домой-то к ней. Да, пошел. Дурак, что ли, гонишь, пошел. Ну, мы субботу провели вместе, и в воскресенье вечером... Не выходил? Нет, мы в кино сходили в воскресенье, а в субботу не выходили. Потом, говорю, все, пошел провожать. Мы с ней как бы расстались. Не расстались, она мне сказала то, что у нее есть муж, это ее ребенок. Муж? Да. Получилось так, что она его обманула. И все, мы прекратили на этом общении. То есть она старше была, нет? Младше, 22 года. Какая продвинутая. Молодец. Муж в Тверь, жена в Дверь. Сейчас по-другому. Муж в Тверь, жена в интернет. Василиса, не бери плохой пример с плохих дурных девочек. Прошла неделя, ну, все, как бы не общаемся, не общаемся, и приходит СМС. Боря, давай встретимся. Ну, хорошо, давай. Ну, встретились, и там она призналась мне в любви. Ну, я тоже там, как бы у меня тоже было к ней чувство, я тоже признался ей. Чем закончилась эта история? Она меня в один прекрасный момент познакомила с мужем. Молодец. Высокие отношения. А, и чего? Вот, у меня срочно надо было в институте распечатать чертежи, вот. А у нее муж работал рядышком с нами. Муж помог. С ним посидели, так раз потом еще сходили в магазин, купили пиво, посидели, пиво попили. Хорошо. Вот. И мы с ним, как бы, тоже там, такие находили моменты, тоже встречались. Ну, там, посидели где-то в кафе, там, после работы, пиво попили. Вот. А ей потом проходит где-то год. Нифига себе. То есть год жили втроем? Ну, не втроем. Практически. Не, ну, если и с мужем скорешились, без с ней все продолжалось. Ну, они жили вдвоем, а я по соседству. Молодец. Ну, так бывает. И потом? И потом, в один прекрасный момент, он заподозрил. Совесть замучила и все рассказал, да? Нет. Она рассказала? Нет, он сделал распечатку ее смс-ок. Рога, наверное, мешали уже. Да, и он отсканировал все и прислал мне на почту. И написал мне, Боря, объясни мне, что это. А в смс-ках, наверное, ни слова про чертежи. Нет. Там было все более подробно про наши отношения. И все, мы потом с ним, я ему позвонил, давай встретимся, я тебе все объясню. Мы встретились, я ему все рассказал от и до, как все было. И ему сказал, типа, там, хочешь, бей, хочешь, делай, что хочешь. Я тебе рассказал правду, и перед тобой чисто. Но вообще история-то такая трагическая, на самом деле. Вы зря смеетесь. И он как бы сказал, что здесь-то не виноват, виновата она. Забирай. Сказал, забирай. Нет. Они развелись. Из-за этого, из-за вас? Ну, практически, да. Но не забрал ее? Свободная не нужна стала? Нет, потом мы встречались дальше, где-то около года еще. Но потом, прекрасный момент, я тоже смотрю, она зачастила ездить к подругам. А сделаете ей предложение? Да. И собираетесь пожениться. А тут она раз и не ночует. А где у подружки с фонтом? У подруга, да. Ну, у меня стало как-то подозрительно. И я решил за ней проследить. И я все узнал, что она встречается с другим. И мы расстались. Я все рассказал. За месяц до свадьбы, да? Ну, где-то да, за месяц. Какая-то у меня вообще несчастная любовь. Да. И первый раз, и второй раз. Третий раз ему точно повезет. Слушай, не разочаровался, нет в женщинах? Да если разочаровался в женщинах, одному-то жить не хочется. Хочется семью. А в идеале какую жену хотите? Ну, чтобы она была умная. Хозяйственная, чтобы она не каждый день там сидит, стояла возле плиты. О, что немаловажно. Не кухарка нужна, понимаешь? Не уборщики. Да. Ну, чтобы и на кухне была, в общем-то, не с вытрашенными глазами. Да, да. Боря, как это сделать? Как это все разбивает? Да, что это такое? То есть, в общем, была такая женщина-женщина. Ну, да. А какие слабости, простите? А у нас нет слабостей. А мы все сильные. Ну, то, что курит. То, что я сам курю. А кокетство и гривость, например, с другими мужчинами, простите? Ну, смотря как она преподнесет это все. Не, ну, нормально просто будет сидеть на коленях у ваших друзей. Не, ну, это, конечно, через черт. А брат ваш был женат три раза? Ну, влюбчивый он у меня. Ого! А вдруг у них это семейное? Честное самое интересное. Ничего себе. И честное самое интересное, что это. Брат, у меня вообще просто молодец. Что, глаза-то в пол? Я всех любил. Ну, правильно. А как можно без любви жениться-то? Василис, скажи, пожалуйста, а вот как тебе кажется, вот неверные девушки, это что, это врожденное? Что это такое? Это врожденное предпочтение конкретного мужчины. На самом деле... Нет, а девушкам неверным, вот что делать? Я тебе очень благодарна за этот вопрос. Потому что есть мужчины, которые выбирают неверных девушек. И, к сожалению, Борис относится к этой категории. А все почему? То есть ему нравятся вот такие, как я? Да, потому что они ближайшие. Нравятся веселые, живые. Но я могу сказать, что действительно, Борис любит кокетливых женщин. Именно поэтому я спросила, простите ли вы кокетливых. А глаза, смотри, какие. Да, так он уже с себя глаз не свой. Веселых, живых. Но я могу сказать, что именно с такой женщиной он никогда не сможет составить крепкую пару, к сожалению. Потому что она будет только с вами... А другие неинтересные. А если вы женитесь с умом, если хотите детей, если хотите, чтобы у жизни был какой-то смысл, то выбирайте не веселок, не девушек, которые готовы, не знаю, радостно к любой ситуации подойти с оптимизмом, также бросить вас в этой ситуации. А выбирайте серьезных, спокойных. Еще насторожило меня слово «умных». Потому что умные женщины зачастую неверные, очень умные. Вот так, да. Их, у меня горе от ума. Давайте посмотрим на первую невесту. Юлия, 27 лет. За две недели до свадьбы она ушла от своего жениха. Спокойной семейной жизни Юлия предпочла острые ощущения с новым избранником. Но отношения с любимым испортились, когда она забеременела. Из внимательного и заботливого он превратился в агрессивного, стал поднимать на нее руку. В течение года Юля терпела. А когда их сыну исполнилось три месяца, мужчина ушел. Юля – менеджер по работе с клиентами. Сейчас она в декрете. Борис показался Юле уверенным в себе, аккуратным, активным и веселым молодым человеком. Он вызвал у нее желание познакомиться поближе. Пойдемте знакомиться. Привет, приятно познакомиться. Я уверена, что мы найдем общий язык. Согласись, мы выбрали интересное место для первого знакомства. Глазово у тебя красивое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, идемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая вы хорошенькая. Спасибо. Да, интересная девочка. Рыжий цвет ее очень идет. Юля, вы смотрите, Борис девушек не доводил до свадьбы, а вы за две недели расстались жить. За две недели, да. А что произошло-то? Ну, с этим молодым человеком мы предварительно уже жили два года вместе и три года встречались. Отношения у нас были хорошие, но у меня постоянно что-то меня не устраивало. Чуть-чуть вот не дотягивало до того, что я хотела. То есть, когда он сделал предложение, я ему сказала, я подумаю. И утром я ему сказала, хорошо, я согласна, но приняла приглашение больше, наверное, потому, что я боялась обидеть человека. Параллельно с этим молодым человеком у меня был друг, который был вот именно исключительно друг, с которым мы дружили с института. Шустрый очень. И началась подготовка к свадьбе. Но поскольку мой жених был так ленив достаточно, он как бы всё отдал мне. Вот тебе вагон мира без занятий, занимайся свадьбой, занимайся, всё это делай. А друг помогал. Друг помогал, выбирал фотографа, всё это. И, в общем, постепенно мы с другом сблизились. Сблизились настолько, что я всё больше стала сомневаться, надо ли мне выходить замуж. Потому что друг мне рассказывал, если ты будешь со мной, у нас будет с тобой такая идеальная прекрасность. А друг был влюблён, да? Он влюбился. То есть, я влюбилась, и он влюбился. Ну, ситуация такая непростая. И всё чаще звучало «не выходи замуж, не выходи замуж, не выходи замуж». Вот. И в итоге мне друг сказал, что если ты выйдешь замуж, ты больше меня никогда в жизни не увидишь. Короче, у тебя было два возлюбленных. И с бывшим мужем. Да. И, в общем, отгремели мальчишник, девичник. За две недели до свадьбы я пришла домой и сказала честному жениху, что я влюбилась. Он был очень расстроен. Он меня ни в чём не обвинял. Он сказал, что я потерял тебя. Я действительно тебя потерял. Хорошо. Ну так а замуж вышла за друга своего? Нет. Нет, за друга не вышла. С женихом мы всё расстались. С другом у нас как бы отношения перешли в официальный статус. И друга, поскольку он был долго другом, в нём проснулась ревность, поскольку он знал обо всех моих мимолетных отношениях. Он говорил, там, а кто это у тебя здесь? А кто это это? А это кто? А мимолетных много было? В институте, ну, такие были романы лёгкие. Флирты, романы. А вдруг ревнил, видимо, ползал. Потом понеслось. Смени номер телефона. Я боюсь, что до тебя кто-то дозвонится. Я сменила номер телефона. Смени номер, там, контактов ICQ. Я сменила номер. Дальше было больше. Там, смени то, смени сё. Ну, короче, вы за него замуж вышли? Я за него не вышла замуж. Я забеременела. Он начал требовать сделать аборт. Борис напрягся. Борис, да, так настороженно смыкаешься. Борис, да, так настороженно смыкаешься. Он вас бил? Он, да. Сначала он один раз, потом второй раз, третий. А почему прощали? Он со мной разговаривал после того, как меня ударял. И он мне всё объяснял так, что я у него извинялась. Я говорила, извини меня, пожалуйста, что я тебя довела до такого состояния. А как вы сами анализировали? Вы же девушка разумная. Знаете, я была беременная, и у меня какое-то было такое лёгкое замутнение разума. И он вас беременной убил? Беременной. Ну, о таком мужчине точно не стоит сожалеть. Да. Я родила, я отправила ему смс, что поздравляю, у тебя родился сын. Он мне ничего не ответил, и всё, как будто человека нет. Мужики, да? Где ты был вообще? Не надо всё на мужиков валить, знаешь. Ко мне приехали родители, поздравляли меня, папа увидел внука, безумно был счастлив. И он начал мне писать. Как ты себя чувствуешь? Спасибо, хорошо, вот всё, я в палате. Я к тебе сейчас приду. Ты знаешь, чисто посещение закончилось. В общем, он прорвался, он дал деньги бабушкам на входе. Пришёл, посмотрел сына, потом вывёл меня в коридор. И начал... И сначала он меня ударил, сказал, что я неадекватная. Почему я рассказала всем о том, что я родила? Он говорит, как ты посмела это сделать без меня? Почему твои родители пришли в роддом? Почему они тебе принесли сумку для роддома? Это должен был сделать я. То есть я была в растерянности. Послушав девушку, у меня такое ощущение, что она в монастыре воспиталась. Просто вообще... В самом закрытом. Чем вы доводили своего мужчину, что он так себя вёл? Поскольку я ушла от жениха к нему, я изменила, да? Он знает об этом. Он думал, что то же самое может произойти с ним. И он, видимо, этого очень сильно опасался. И старался таким образом пересечь все всякие мои контакты с мужчинами. Он не делал предложения? Он говорил, что я не заслужила того, чтобы быть его женой. Мне кажется, он тянул, он просто не хотел жениться на ней. Он не сказал своим родителям о том, что я беременна. Никто не знает из его окружения о том, что у нас есть ребёнок. Честно говоря, я бы испугалась с ней отношения строить. Не знаю, как Борис. Борис, по-моему, тоже испугался уже. Ну, я думаю, да. Я никогда не могла понять, как можно на протяжении очень долгих лет, имея детей, терпеть побои и унижения от мужчин. Не могла. Не уважаю этих женщин, живущих с этими уродами. Гораздо больше, чем самих этих мужчин. Что вас, молодую девочку, держало? И ещё и просить после этого прощения. Я согласна. Что девушка позволяет себя бить, извини. Тут явные признаки заниженной самооценки. А женщина, которая строит из себя жертву, обязательно найдёт тирана, только так это прилепляется, который будет её лечить от жертвенности. Потому что по-другому вылечить вас невозможно. А я вылечилась же. С другой стороны, мужчина относится к женщине не так, как она это позволяет. Ты сама ревнивая? В меру. То есть, если там какой-то флирт, ну, лёгкий флирт на работе, да, который, называется, помогает работать, я к этому нормально отношусь. То есть, ты можешь на работе флиртовать, а я о том буду это не видеть, да? Нет. Как ты всё вывернул? Ну, я думаю, она будет верной женой. Навряд ли она будет флиртовать. Она будет для мужа идеальной женой. Роман, Захар, у вас есть какие-то вопросы к Юле? Наверное, нет. Здесь всё предельно ясно, в общем-то. Друг тирана был практически, да? Да. Я вам даю совет. Вот как только, общаясь с мужчиной, вы поймаете себя на мысли, я сама виновата, и я его не достойна, это уже перед вами классический тиран. Через себя надо, деточка, пропускать, а не искать эти манки в мужчине. Спасибо. Скажите, а сейчас он помогает вам как-то? Он абсолютно мне никак не помогает, он не видится с сыном, он его абсолютно никак не признал. Он мне сказал, если ты сунешься в мою жизнь, я тебе сломаю жизнь твою. Он, видишь, не хочет. Хорошо, покажите сюрприз. Всё, пойдём. Борис, давай мы представим с тобой, что прошло несколько лет, и нас с тобой пригласили на юбилей. Мы с тобой как будто образно уже женаты. У нас с тобой есть дети, и нам с тобой нужно завернуть подарок, но в силу по семейным обстоятельствам ты можешь сделать это только правой рукой, левой играешь с детьми, а я только левой, довариваю борщ. Вот давай, ты только правая, а я только левая, мы с тобой завернём вот этот подарок. С удовольствием. Ну, кажется, я буду выше его. Да? Немножко, ну, немножко, ну ты же наш пилька. Какая-то ухо. Так. Так. У нас с тобой будет этот статч. Необычно, зато мы посмотрим, как мы с тобой можем вместе что-то делать. Чудесный подарок получился. Если пару раз потренироваться, думаю, получится. Очень мило. Так, снимай белую вот этикеточку. Не сделай. А, нельзя двумя руками. Вот такой у нас получился замечательный подарок. А ты не хочешь спросить, куда нас с тобой пригласили? Куда нас с тобой пригласили? Куда нас с тобой пригласили? Ну, конечно, юбилейный выпуск программы «Давай поженимся». И этот подарок мы дарим ведущей программе. С удовольствием. Это подарок вам. Ух ты, спасибо вам огромное. Открытый. Конечно, конечно. Обожаю подарки, обожаю подарки. Хотя вы молодец. Конечно, мы очень старались, мы заворачивали. Ну, спасибо вам огромное. Нет, честно, я вот не умею поклонить. Ой, какая премьерность. Мы с Борисом в будущем желаем вам, чтобы все ваши программы были вот именно с такой концовкой. Ой, какая прелесть. Мы, говорит, с Борисом. Понимаешь? Дайте вас поцелую. Спасибо. Слушайте, ну классно. И пахнет так. Понравился? Да, можно. Можно. Ты что, не видел наш подарок? Мы же вместе выбирали. Ну, ладно, не завидую. Я, может, после программы отдам. Спасибо огромное. Девчонки, подождите в твоей комнате, посмотрите на нас оттуда. Спасибо вам огромное. Ты старалась. Ты старалась. Юля, молодец. Особенно сюрприз. Ну, что вы скажете, как вам, Юля? Девушку очень понравилась, да? Очень искренная, добрая, видимо. Правильно говорят. Правильно. Я такая точно ободмутила. Спасибо. Ой, брата в крово-глазке загорелись. Зная Бориса, он сам по себе человек нескрытный, открытый, чистый, светлый человек. Я тоже абсолютно с вами согласна. Лучше все эти скелеты пусть до свадьбы вылезут. Я, наверное, расстрелила твою историю. А что не понравилось? То, что она от себя вот такой преподносила, как бы ее убили, а она прощала. Потому что она любила. Потому что я любила, да. Все-таки у Юлии занижена самооценка. И меня настораживает то, что самый важный показатель самодостаточности человека – это любовь к себе. У нее ее, к сожалению, практически нет. Она себя очень мало любит. Не заниженная, но не права. Она была заниженная. Она была заниженная. Она была заниженная. Потому что это было... Я хотела сказать. Понимаете, изначально человек не женился, не просил ребенка. Просто были какие-то отношения. И она, не наученная мамой, что нужно предохраняться, забеременела. Я забеременела не случайно. Девочки, если вас не просят мужчины, если вас не ведут в ЗАГС, рожать, мне кажется, не стоит. Либо, если вы это делаете для себя, то и делайте это для себя. Не вешайте проблемы на мужчину. Потому что мужчины – это уже люди. Ну все. Борис, я больше не нравлюсь. Юлия – девушка, привыкшая находиться под крылом. Под крылом, скажем, патриархальной семьи в каком-то смысле слова. И она ждала, что мужчина возьмет на себя действительно опеку над ней полностью. Вероятно, тот мужчина, как бы агрессивен не был, какую-то опеку давал. И мне кажется, что и в отношениях с вами она будет ждать того же. Мужчина должен быть главным добытчиком. Говорю, что нужно, чтобы мужчина был главным в семье. Да, нормальная модель семьи. Если вы готовы быть отцом, таким патриархом в классическом смысле слова, да, я думаю, что она – хороший выбор. Но Юля только первая девушка, с которой познакомился Борис. А через несколько минут его ждут новые встречи. В эфире «Давай поженимся» – это программа о том, как найти спутника жизни. Я предлагаю вам посмотреть на вторую невесту. С удовольствием. Вера, 29 лет. В ее жизни было три романа, но только один из них закончился свадьбой. Вера прожила в браке 6 лет, прежде чем поняла, что любимый муж – алкоголик. Еще год она пыталась его лечить, но тщетно. Пара развелась. Вера работает менеджером по продаже спортивных товаров в крупной компании. Недавно стала студенткой экономического факультета одного из московских вузов. Вера мечтает выйти замуж и своим избранникам видит заботливого, доброго, активного мужчину. Ей кажется, что в Борисе есть все эти качества. Пойдемте знакомиться. Спасибо. Очень приятно познакомиться. Шикарно выглядишь. Спасибо, очень приятно. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вера, у вас было три романа вот таких ярких, да? И только один из них закончился свадьбой. Какой из них? Второй роман, мой, закончился свадьбой. Я вышла замуж за любимого мужа. Прожила с ним шесть лет. И в какой-то период я узнала, что мой муж алкоголик. Он такая такая мямля, мямля. Мы стали с ним долго разговаривать об этом. Стали лечиться. Я его всячески поддерживала. Но в итоге ничего не получилось. Неправильно, что развелась алкоголик. Это не вылечивание. Конечно. Шесть лет – срок немалый. Как вы не замечали, что рядом с вами больной человек? Видимо, он, может быть, закодирован был какое-то временно. А потом приехали его друзья из Ставрополя. Также стали приходить к нам в гости. Он стал выпивать. Мне это стало не нравиться. Знаете, что я вам хочу сказать? Я вас нисколько не осуждаю. Я бы вас осуждала, если бы вы продолжали свои молодые годы расходовать на алкоголика. Это их кайф. Это их судьба. И проблема только родителей, которые страдают, к сожалению, за своих детей. То, что вы не стали жить и не превратили себя в жертву, вы правильно сделали. Другое дело, что шесть лет промучились, но я думаю, что у вас все будет хорошо. В конце концов, перед Богом вы честны, потому что вы все сделали для того, чтобы этому человеку помочь. И вы его не бросили в беде, правильно? Вы же его пытались и лечить, и все. Да, я его лечила. Первый раз лечили мы, ничего не получилось. Он продержался три месяца, потом заново за свою. Что за женщина, которая приняла алкоголика? Ну, Аля. Влюбилась. Сколько вы уже как разведены? Где-то два года. И что, за эти два года у вас не было никаких проблем? Нет, я познакомилась. Мы с девочками ходили на дискотеку, познакомились с молодым человеком. Человек интересный. Но оказалось то, что он не может содержать семью, не умеет даже, можно сказать, так работать. Это большой минус, если мужик не может работать, содержать семью. Да. И из-за этого я испугалась. Не хочу я выходить больше замуж за таких людей. А как мне? А за кого хотите выйти замуж? Хотелось бы мне выйти, чтобы человеку был интерес, тему к жизни. Потому что ей больше нечего о себе рассказать. И вот у нее такая вот чисто банальная история. Не то, что у нашей. Если вы хотите замуж, совершенно правильно, нужно выбирать тех мужчин, которые могут создать с вами крепкую пару. Ни второй, ни третий не могли. Но при этом ему нельзя будет пить. Вот выпьешь, Рюмочка, буду за тобой следить. Ну да, у девочки уже там срабатывает путь самозащиты в голове. Нет, это неправда. Мы все так говорим. А что у этого плохого-то? Ну его родители... Ну так же ее проблемы она боится, а он-то... Ну только Борисовы родители скажут спасибо, молодец, хорошая девочка. Нечего ему. Только при людях, когда будете где-то, не надо ему говорить. Боря, не пей. Боря, подойдет, подойдет. Не надо. Вот это самые противные тетки, которые... Да, в компаниях начинают все. Не надо. Да, тебе... Я сказала, хватит. Ужас. У меня своя голова на плечах. Что, хватит, не хватит. Хочется узнать, какая у вас основная цель в жизни? На данном этапе семья. Семья? Да. А вы детей любите? Обожаю. Люблю очень. А сколько вы хотели бы? Ну, для начала девочку. Они же будут рожать мальчиком, пока не родится девочка. Хочу девочку, да. Это все так, они говорят, хочу девочку, чтобы не сглазить. А на самом деле, они, кажется, хотят себе пацанов. Очень хочу девочку. У брата есть сын, продолжение рода. Я хочу девочку. Ну, хорошо, а я хочу сюрприз. Вот такой я приготовила необычный сюрприз. Сама я по себе повар-кондитер пятого разряда. Очень вкусно готовлю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ему это может понравиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Он любит покушать. Вот я сделаю вот такую вазу. Надо вот... Посмотрим, кто у нас будет лидером в семье. Надо вот эти фрукты съесть и добраться до клубнички. Кто первый доберется до этой клубнички, тот лидер в семье. Ну, начали. Три-четыре. Угощайтесь. Помогайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Правда? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, давайте. Люблю фрукты. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тоже хочу. А на то и ваше любимое блюдо. Я люблю картошку выпеченную. Не ассантехотки с сыром. АПЛОДИСМЕНТЫ Боря, пока она трепетится, нужно кушать. Ешьте уже быстрее. А, все, он съел клубничку. Вот так обошел вас. То есть, значит, он будет лидером в семье, да? Да. Ну, здорово. Спасибо большое. Замечательный сюрприз, правда? А, замечательно. АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки, подождите в своей комнате. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, ну как тебе, Борис? Интересный молодой человек. Парни, смотрю, так оживились. Понравилось, да, что она повар-кондитер пятого разряда? Повар-кондитер пятого разряда, тем более, конечно. Существляет. А кроме этого, что еще понравилось? Ну, складываются такие некие образы жены-декабристы. Почему именно так? Адаму помогаешь второму. Это такая национальная черта русская, женская. А хорошо это или плохо? Это выбирать Борисову, наверное. Нет, для вас это хорошо или плохо? А вот, представьте, у вас проблемы какие-то, и вас жена бросает. И ищет беспроблемного. Это ж плохо. И ты не умеешь... Ну, она же не до конца с ним шла-то. Нет, она должна была свою единственную жизнь на алкаша потратить. Правильно. Все-таки, значит, а потом верно. Ручка, она чисто подходит для классической схемы за муж, за мужем. Думать, как муж, делать, как муж. Это неплохо, кстати. Я думаю, что большая часть страны мужского населения, я имею в виду, мечтала бы об этом. Но все-таки, мне кажется, немножко простовата она. Ну, неправильно они говорят, мне кажется. Через несколько минут Борис встретится с третьей девушкой. И мы, наконец, узнаем, кого из них он выберет. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженим». Это программа о том, как найти спутника жизни. Я предлагаю вам посмотреть на третью невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Анна, 24 года. Все ее отношения были яркими и эмоциональными. Каждый раз Анна была уверена, что это любовь на всю жизнь. Но ни разу Анна не получила предложение руки и сердца, так как ее избранники выступали за свободные отношения без обязательств. Хотя Анна продолжала надеяться, ей не удалось перевоспитать своих мужчин. По образованию Анна экономист. Сейчас она менеджер по работе с клиентами в маркетинговой компании. Анна предпочитает самодостаточных, сильных, ухоженных, неревнивых мужчин с амбициями, таких как Борис. Пойдемте. АПЛОДИСМЕНТЫ Борис, очень рада нашей встрече. Очень рада знакомству. Надеюсь, что наше общение будет длиться очень долго. Взаимно тоже очень рада знакомству. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Он же все выбрал первое. Остальные не должны. Остальные уже... Мож, идея уже обратно. Аня, 24 года. Такая красивая, с такой сумасшедшей фигурой. Но не верю, что у вас могли быть какие-то проблемы. Ну, у меня не было проблем. У меня были просто отношения, которые не приводили ни к чему серьезному. То есть вас любили, но не женились на вас? Ну, да. Это такая картина, мне кажется, она вообще не для семьи. Не картина, она мне даже не нравится. Нет, она была очень хуже. Ура, просто с ней как с породистой. А шаткой выйти куда? Начну с того, что первым романом случился, когда я училась в школе. Это был самый красивый мальчик в школе. У нас была такая очень безумная любовь с ним. Меня очень не любили учителя из-за этого. Мне очень многие завидовали. Учителя любили за это? Нет, не любили, наоборот. Не любили? А что-то мешало учебе? Или вы целовались во время уроков? Что вы делали? Может, вы плохо учились? А они говорили вам, Анечка, лучше бы математикой занялась, чем сидишь и пишешь ему смс-ки на уроках, нет? Нет, ну просто в школе я когда училась, я очень ярко одевалась. Я там красилась, я делала прически. С голым пупком ходила, с сигареткой? Нет. Не с голым пупком я прилично одевалась, но просто ярко красилась. Учительница географии у нас в школе говорила таким девушкам, иди умойся. Не, ну я тоже считаю, что это неправильно. В школе краситься не надо. И что, как продолжался ваш роман, развивался? Роман развивался недолго, потому что человек был другой веры, и семья была против. Да, мусульманин. Но второй, я знаю, ваш возлюбленный был тоже мусульманской верой. И там была какая причина? Там, на самом деле, этот человек пошел наперекор своей семье, он отменил свадьбу, которая у него должна была быть. Вот, я была уже готова все бросить здесь и ехать там. С ним в аул доить коров. Шмар. С такими ногами коров не доят. Ну вот так влюбилась. Но потом мне просто мама, как сказать... Мозги вправила, как надо. Сиди, дочь от дома. Я на БАМ Е собиралась ехать, вот так же. Правда, не к любимому, а на БАМ. Слава богу, отговорили. И в таком же плоти. Потому что таких не было. А она голая, что ли, у нее по боку? Это такая... А вот у вас был молодой человек, который настаивал на свободных отношениях. Да. Расскажите, пожалуйста. Потому что я до сих пор не понимаю, что значит свободные отношения. Ну вот он так говорил, что якобы я буду с тобой, но в то же время я могу быть с кем-то еще. Поэтому ты, дорогая, там особо-то не... Губу не раскатывай. Да, губу не раскатывай. Но я целый год, мы с ним встречались, я думала, что я смогу как-то его... Перевоспитать. Да, перевоспитать. А сами не пытались так же ему сказать? Только давай тогда так. Я и с тобой, и с кем-то еще, а ты тогда не обращай внимания. Ну, это просто не в моих правилах. А дело в том, что его бросила девушка просто. Я знаю эту историю, он мне ее много раз рассказывал. И вот он очень боялся влюбиться. Он мне так и говорил, что я не хочу там тебя влюбляться, потому что... Отмазка. Самая красивая отмазка. Нет, их две красивых. Я тебя не достоин, чтобы бросить. И второй, я боюсь тебя влюбиться. Нет, еще есть одна новая отмазка. Я как раз сегодня ее узнала. Мужчины отказываются жениться, потому что на нас летит какой-то астероид или что-то. В 2012 году это бесполезно. Чувствую, что на свадьбу деньги тратят. Поэтому чего-то мы во вновь умрем. Чего-то мужчины не придумают. Какая прелесть. Но она какая-то неубедительная, вот эта третья. Я так подозреваю, что вы не ревнивая. Нет, я ревнивая. Ревнивая? Вот где та грань. Вот что позволено мужчине делать? А где вот та грань, когда уже дальше нельзя? Дальше уже будете колотиться в истерике от ревности. Ну, если мой мужчина будет очень часто встречаться там с вами какими-то бывшими девушками. А редко можно, потому что моим мужчинам нельзя вообще ничего просто. Ну, да, скорее вообще нельзя. Поэтому как это так? Часто нельзя, а редко можно. Нет, я просто не так выразилась. Вы честно рассказываете, ладно? Будьте честны, как я. Я честно, да. Нельзя не приходить домой и не предупреждать меня об этом. То есть, ну, бывает всякое. Мужчина пошел с друзьями встретиться. Ну, такое же тоже может быть. Вот, и мало ли там, ну, загуляли. Бывает такое, я все понимаю. Ну, ты позвони мне и скажи, что Аня, я сегодня не приеду. А сами будете там шариться в телефоне, в карманах? Честно? Ну, честно. Наверное, да. Инна, будете. Самое интересное, говорит, позвони, говорит, мне. А он же прекрасно знает, что он вам позвонит, и вы ему мозг вынесете по поводу того, что ему не надо там находиться. Точнее, уже он устроение себя будет портить? Лучше, наверное, она будет мозг морги обзванивать. Слушайте, вот это вот, кстати, история, когда вы проверяли и писали-то от имени другой женщины. Да, да, это вот как раз та история с тем молодым человеком, с которым про несерьезные отношения. Мы познакомились с ним на сайте знакомств, вот, и я решила его проверить, потому что это уже как раз подходило ближе к концу наших отношений. Вот, я создала анкету, туда поставила очень красивые фотографии другой девушки. Начала ему писать. Он пошел на контакт прям сразу же, он был очень рад. Вот, я спрашивала там, есть ли у тебя девушка? Он говорит, нет, у девушки нет. И я ему назначила встречу. И я так специально подгадала, он работал на юге, а я назначила встречу там вообще где-то на севере, вот, чтобы он поехал. И обманули. Да. А вот мне интересно, во-первых, это вот всем девушкам, ну, не надо мужчин так проверять, они же не трактор, чтобы их проверять на самом деле. Ну, а я что, трактор, что ли? А зачем? Чтобы не обманывать. А он вас не обманывал, он вам говорил, что мы в свободных отношениях, поэтому никаких обязательств. Правильно, что к нему лезло? Вы знаете, что семья – это система компромиссов, по большому счету. Это не удовольствие, это любовь вообще-то. Роза, это когда она будет в 38 лет, седьмой раз выходить замуж. Будем говорить про компромиссы. А ей 24 года. И что? Ну, 24 года, когда хочется максимально владеть человеком, за который он собирается замуж. О каких компромиссах в этом возрасте, о компромиссах можно думать? Василиса, согласна со мной? Я абсолютно уверена, и то, что проверили, правильно сделали. 24 года нужно жить страстями и любовью. Нет, конечно. Это правильно, потому что если в 24 года она будет в голове выстраивать, как правильно, а как неправильно. Ребята, а когда жить-то? Скажите, Анечка, а у вас есть мечта? У меня есть мечта. Я очень бы хотела поехать через какое-то время пожить в Индию. Да, в Индию. Дурака повалять, попинать, дурь покурить, там дешево. А если мужчина ваш ни за что не захочет поехать и пожить немножко в Индии? Тогда я туда поеду, когда буду очень старым человеком. Без мужа? Когда он коньки отбросит. Нет, ну, просто вы спросили про мечту, вот я говорю, именно это мечта. Я не знаю, сбудется она или нет, но я вот об этом мечтаю. А я мечтаю, чтобы вы показали сюрприз. Хорошо. Борис, я бы хотела спеть вам эту песню. Она высокая. Да, довольно. Позвони мне, позвони. Позвони мне ради бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Я думала, она... Ну, голос не такой. Она просто любительница. Была гордость, как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони мне. Какая-то грустная, старинная песня. Даже, я считаю, для меня она устарела. Почему выбор-то вдруг такой? Борису. На будущее. А-а-а. Да? Угу. Ну, ладно. Понравилась песня? Безумно. Спасибо вам. Очень хорошая песня была. Спасибо. Спасибо, девочки. Подождите, что там решит Борис, скоро узнаете. Ну что, парни? Мне кажется, она очень молода. Нет опыта. Борису 28 лет 24 лет. Нет, нет, нет. Я просто имею в виду, что как бы немного чего там заложилось. Ну что, я сейчас даже вам просто перенервничала. Вот это все, наверное, да? Скорее всего так. Меня вот так вот трясло прям. А, ну все хорошо, что ты переживаешь? Мне нравятся девушки, скажу так, честно, высокие. Я не... Чтобы было подстать мне. Потому что сам не маленький рост там. Ну, красиво, безусловно. Тут даже слов нет. Фигура. Смотри, он в шоке. Фигура. Ну, мне понравилось. Я летом собираюсь в Индию поехать. Зимой, зимой, на Новый год. Ой, ну слушайте, ну вам и карты в руки, Роза. Ну что могу сказать, что красота достойна лучших мужчин. И, собственно говоря, она оправдывает даже наивность, но где-то на грани глупости. Но почему бы нет? Это здорово. Красивые дети будут. А ум вы добавите. Я считаю, что нам, красивым женщинам, можно иметь чуть хуже характер, чем у некрасивых. Быть не очень умными, чем некрасивые и так далее. Поэтому я считаю, что 100 баллов. Василиса, ты? А мне она не показалась ни наивной, ни неумной, честно могу сказать. Я считаю, что для 24-летней девушки она очень трезвая, очень адекватная, очень честная. Потому что у нас приходят гораздо более разбитные девчонки и рассказывают, что у них в 30 лет один серьезный роман. Да. Она при всей своей скромности честно рассказала, что увлекалась, жила чувствами, любила, пыталась как-то проверять своих мужчин. Рассказала правду, в общем. А то, что она искренняя и как-то была с нами открыта, ну это просто, скажи, подкупает. Да. Умничка, Аня, да. Ну вот мы и познакомились с тремя невестами. Кого из них выберет Борис, узнаем через несколько минут. В эфире «Давай поженимся». Это программа о выборе спутника жизни. За сердце нашего героя боролись три очаровательные девушки. Но прежде чем мы узнаем, кого из них выбрал Борис, давайте посмотрим на экран и вспомним, какие главные требования он к ним предъявлял. АПЛОДИСМЕНТЫ Борис, 28 лет. Борис по образованию инженер-технолог. Сейчас он работает менеджером по продажам клинического оборудования. Будущую жену он видит образованной и хозяйственной. Борис мечтает о дочери, которой он уже придумал имя. АПЛОДИСМЕНТЫ Роман, Захар, я хочу к вам обратиться. Кого вы советуете Борису? Все-таки, наверное, Анна. Я тоже так был. Больше подходит, да. Мне очень понравился Борис. Я думаю, что мои шансы на победу – это процентов 70. И если он зайдет в эту дверь, я обязательно за ним выйду. Я благодарю, что они пришли, участвовали. Прекрасные были сюрпризы. Все очень хорошо прошло. Я уже сделал, подвел черту, и мне девушку одну я выберу. Делаю выбор? Угу. Наверное, глиноногой. Угу. Истина, что женщина любит всем сердцем и душой, а мужчина любит телом. Ну, собственно говоря, я тоже не буду спорить с природой. Она, наверное, в этом случае лучше знает. Тем более, глаз загорелся, как Лариса говорит. Я за Анну. Ну да, сколько угодно можем страдать от того, что в нас не любят нашу прекрасную душу, а вам, мужчинам, от нас нужно только одно. Но, к сожалению, такова правда. Конечно, глаз у вас загорелся на Анну. Она практически без прошлого. Мужчинам это нравится. И поэтому я советую тоже Анну. Хотя и Юля, и Вера мне понравились очень. Вера в особенности. Просто замечательная девушка. Она бы могла вам создать именно вот ту самую семью, о которой вы в самом начале и говорили, о которой мечтали. Все у вас будет. И детей нарожает вам, и дочку. И будет всегда и вкусно, и сытно. А что, Анна не нарожает? Тоже нарожает. Верочка, мне кажется, больше к этому готова на сегодняшний день. Да, это да. Борис очень интересный человек. Мне он понравился. Я думаю, я выйду к нему. Ну, мне кажется, что если бы Бориса выпустить на простор и позволить познакомиться с этими девушками где-то в случайной обстановке, ему больше с первого взгляда понравилась бы Юлия. Мне Борис понравился. Мне показалось, что он открытым, честным. И мне кажется, он действительно готов к семье. Если он зайдет к нам, я выйду. Если бы мы не вытягивали из героини все подноготную, я думаю, что вот как раз она с такой сумасшедшей копной волос, с зелеными глазами, как раз вас увлекла бы, может быть, даже где-то больше поначалу. Но она для вас является опасным типом женщины, потому что именно с ней отношения построить будет сложно. Не согласна. Я не ссорка не опасна. А вот именно с Анной, которая рак, так же, как и вы, отношения могут быть домашними, тёплыми, может быть, поначалу. Они будут развиваться даже сложно, когда вы выйдете из нашей студии. Я надеюсь, что вместе. Но стоит преодолеть вот этот начальный какой-то порог, и я думаю, что будет вместе хорошо. А вообще вы мне напоминаете очень вот этого самого рекламного кота Бориса. И с вами играться, не играть, а играться, может практически любая симпатичная девушка, потому что вы располагаете для этого. Правда? Вот такой вот код Борис. Поэтому слушайте своё сердце или свои инстинкты, я уж не знаю что, и идите туда, куда вас вот это всё и позовёт. А мы вас поддержим. Мы не знаем, выйдет Борис один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти из комнаты, поддержать его и вас тоже. Проходите ко мне. Вы такие красивые. Молодцы. Только что на наших глазах сложилась пара. Борис выбрал Анну. И хочется надеяться, что они когда-нибудь скажут друг другу. Давай поженимся. С вами была Лариса Гузнеева. Желаю вам, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Постойте здесь.